Леонида Володарского Здравствуйте! У нас сегодня в гостях историк, издатель Александр Колпакидис. Здравствуй! Добрый день! Тема «Мифы и белые пятна нашей истории». Тема, тем более, злободневная, в промежуток между 9 мая и 22 сентября. Потому что именно тогда вылезают так называемые эксперты, начинают, это слово начиная с буквы «и», конечно же, и начинают нести разного рода ужасающую чушь. Ну, вот для того, чтобы как-то их усилиям противостоять, Александр Колпакидис согласился прийти на передачу. Саш, с чего бы ты хотел начать? Я хотел бы начать с того, что вообще сейчас обострился интерес к истории. Это связано с тем, что уже долгие годы во всем мире продолжается экономический кризис. Ну, и в соответствии с марксистско-лесницким мучением происходит рост национализма. В крайних формах, как на Ближнем Востоке, в умеренных формах, как сейчас там в Европе. Ну, везде он происходит. А в соответствии с мудрым высказанием Томаса Мана, патриотизм — это последнее прибежище негодяев. Подожди, подожди. Это Сэмюэл Джонсон сказал, но совершенно не то, что имел в виду в свое время покойный немцов, которые щеголяют своими знаниями, которых, в общем, ну, не так много было. Означало, что настоящий патриотизм — это когда у человека все пропало, ничего за душу, нет, это все-таки еще выход. Да, и сейчас вот эти националисты, они во всем мире бросились в историю, в древнюю историю. Ну, наиболее анекдотичный пример — это вот Украина, где просто, ну, омерзение вызывает, например, вот эта программа по переименованию, когда проспект Ватутина переименовывают проспект Романа Шухевича. Я просто хочу напомнить, что генерал Ватутин, лучший генерал с Красной армии Великой Отечественной войны, был убит именно бандеровцами в засаде, и называть проспект этого действительно выдающегося, талантливейшего человека именем главаря этого бандформирования — это просто безнравственно. — У меня вот тебе вопрос, как к историку сразу. Вот эти вот потуги, с той стороны, они настолько смехотворны, надо ли уделять этому столько внимания? — Вообще-то надо. Наша позиция, вот сейчас у нас говорят, вот они так, мы должны им отвечать. Мы не должны им отвечать глупостью на глупость. Мы должны отстаивать факт, что история — это наука, что история не терпит выдумок и каких-то издевательств над ней. Она должна оставаться наукой. Вот в советское время все историки стонали и кричали, что вот КПСС заставляет, там идеологизировали историю. Но фактически сейчас все с этим смирились. Для меня это большая загадка. Мы должны отстаивать историю как наука, и в этом у нас есть союзники по всему миру, есть масса честных историков, не только там в Китае, в Индии, в Латинской Америке, но и в Европе, и в Америке. Например, по той же Бандеровщине европейские историки в основной массе придерживаются той же позиции, что и мы. Они осуждают Бандеровщину и считают ее профашистским коллаборационистским движением. Поддерживающих людей среди историков европейских, украинскую точку зрения, очень мало. И я вот еще хочу сказать, да, вот в Одессе, например, еще интереснее, там улицу Ярослава Голлана переименовали в улицу Шухевича. Ну, допустим, хорошо, Ватутин русский, оккупант, как вы его сейчас называете, но Ярослав Голланд западный украинец, галичанин. Но проблема в том, что он коммунист. Значит, сейчас говорят, что под видом декоммунизации происходит... Саша, извини опять, а его случайно сторонники Шухевича не топором зарубили, не чуть-чуть? Да, именно топором зарубили в его квартире в центре Львова бандиты из УПА. Ну, не Шухевич отдавал приказ, его уже самого к тому времени, значит, ликвидировали чекисты. Но, тем не менее, значит, там его именно бандеровцы убили. То есть это еще более цинично. Уж этого человека не назовешь никак там москалем и оккупантом. И вот тут очень интересный момент. Когда у нас говорят, что происходит под видом декоммунизации дерусификация, русофобия, не совсем верно. Да, конечно, в центре, в основе этого процесса ненависть к России, желание отделиться, а всячески отмазаться от братства с русским народом и получить за это какие-то иудины, значит, серебряники. Но здесь процесс гораздо сложнее, что наши, так сказать, пропагандисты сознательно стараются не замечать. Ведь сносят памятники не только Ленину, сносят и памятники Примакову, потомку запорожских казаков, Крапивянскому, подполковнику царской армии, запорожскому казаку, значит, это все красные герои. Еще Орсу, огромное количество героев украинцев, героев гражданской войны, я имею в виду большевиков, которые, значит, себя прославили в годах гражданской войны и оставались всю жизнь большевиками. Им памятники тоже сносят вместе с Лениным. Об этом надо помнить. Этих людей никак не назовешь москалями, когда они родились, выросли на Украине, и там и погибли в большинстве своем. Значит, тут процесс гораздо сложнее, чем просто отделение от Москвы. И поэтому, когда у нас в ответ на эту глупость, и преступление, и подлость, которую они совершают по отношению к своим национальным героям, пытаются делать что-то похожее, это, конечно, вызывает недоумение. Почему эти люди национальные герои? Ну, возьмем факт. Например, во время гражданской войны в Красной армии на Украине служило 600 тысяч украинцев. Только на Украине. Сколько их было там, посмотрите, фамилии партизанских вожаков по всему Сибири и Дальнем Востоке. У половины фамилии оканчиваются на букву О. Это, конечно, не факт, что они украинцы, но, скорее всего, в Средней Азии, везде. Ну, вот на Украине 600 тысяч. А сколько было у Петлюры и у галичан, которые между собой, кстати говоря, очень мало сотрудничали, а когда стали сотрудничать, галичане их продали? Меньше 100 тысяч. Вот и вся арифметика. То есть они выступают против своего народа и навязывают своему народу чуждых ему героев. А народных героев специально мажут черной краской и замалчивают. Мы не должны становиться на этот путь. И в связи с этим, почему я об этом говорю, вот у нас была акция «Бессмертный полк». Ну, замечательная акция. Наверное, самое лучшее, что произошло в последние, там, не знаю, лет 10 в нашей стране. А действительно, ну, я понимаю, что там есть элемент казенщины, все такого там. Но без этого большого дела не сделаешь, да, без бюрократизации всего. Ну, это невозможно сделать. Тут надо смотреть на главное. Главное – это позитивная, безусловно, сплачивающая народ, акция, которая, безусловно, достойна только положительных слов. Ну, вот в связи с ней было два скандала. Первый скандал – это был вполне ожидаемый и прогнозируемый. В Нижнем Новгороде, по-моему, известный историк, прекрасный, кстати, историк Вячеслав Никонов вышел с фотографии своего дедушки. Его право. Ну, дедушка у него – Молотов. Значит, и вот наша либеральная, ну, как сказать, научное слово, наверное, шелупонь, она подняла дикий хайп, почему, палача, фотография, да. Какого палача? Значит, второй человек в государстве. В отличие от Сталина, кстати говоря, который был очень осторожен в плане транспорта, человек летал в Англию, из Англии летал в Америку, в бомбардировщике, в бомбовом отсеке, чуть не замерз там, укрывался там, чем попало. Его могли 10 раз сбить, да. А потом он возвращался опять в Англию, там, после переговоров опять в Америку. Человек, который курировал танковую промышленность, человек, который всю дипломатическую, огромную работу по созданию… Вот, опять же, вы историки, знающие, для вас очень многие вещи, само собой, разумеется, вот, лишний раз обратите внимание на тот факт, что все члены руководства страны во время войны, они не с бумажками сидели, они отвечали, вот ты сказал, Монков, за танковую промышленность, Берия отвечал, еще за что-то, и они постоянно менялись местами. Да, конечно. Рабочий день же был, 18-12 часов. Ну, безусловно, если брать людей, которые внесли самый большой вплак в победу, помимо Сталина, это, безусловно, два человека. Это Молотов и… ну, я не имею в виду руководителей, что называется, хозяйственно-административного и партийного аппарата. Это Молотов и Берия. Там можно говорить о большой роли, там, Чербакова, других, но это уже фигуры рангом поменьше. И, безусловно, Никонов имел полное право выйти с этим. Более того, без этого, без фотографий Молотова, это вообще акции. Она как-то странно смотрится, да. И, кстати говоря, плохо, что родственники Сталина, не знаю, они боятся, может быть, выходить с фотографии своего, так сказать… Да, кто-то же вышел и хай поднялся до небес вообще, да как он смеет. И вот в связи с этим, значит, и второй скандал, да, который, вот, честно говоря, меня даже несколько удивило, реакция на него. Это вот наша любимая прокурор Поклонская вышла с Иконой Николая Второго. Ну, вышла-вышла, симпатичная, хорошая девушка, приятное лицо, да, там, как бы… Ну, какой поднялся дикий хай вокруг этого. Как это всех возмутило, сколько появилось там фото-жаб, сколько появилось там троллей, там… Огромная поднялась волна возмущения против этого. И, конечно, ну, как сказал Косой, интересно, кто хмыренку на хмыря накапал. В данном случае стало ясно, кто, поскольку тут же на всех православных сайтах, на сайте, кстати говоря, Реси, нашего любимого, появились в защиту Поклонской от безобразных нападок, выступления, комментарии и так далее. Было объявлено, что это был божий промысел ее выступления, выход с иконы Николая Второго. Я, конечно, не хочу тут повторяться, уже писано, переписано. Скажу только, что меня просто поразила мудрость наших этих жабодеятелей, которые ее фотографию с иконы Николая Второго поместили на фоне расстрела на Дворцовой площади 9 января и написали «Бессмертный полк 9 января 1995 года на Дворцовой площади». Вот это, конечно, вполне нормальная объяснимая реакция. И еще добавлю, что она там выдвинула в качестве объяснения, почему она вышла. Это тот факт, что якобы какой-то ветеран рассказал ей историю, как явился ему, когда он там погибал где-то, образ Николая Второго, Испасов и так далее. Но несколько лет назад промелькнула история о том, как группа военнослужащих оказалась где-то там на болотах в окружении и должна была погибнуть. И вдруг явился тоже образ Николая Второго и вывел этих русских людей через болото, и они спаслись таким образом. Но тут возникает вопрос. Это были казаки, власовцы, коллаборационисты, которые служили немцам. В связи с этим возникает вопрос. Значит, этот образ Николая Второго... Он кого вы, куда вообще выводит? Да, он что? А он немцам случайно тоже не являлся? Вот интересный вопрос, да? И вообще, зачем вот превращать серьезное дело в какой-то балаган, шутовство? Ну, естественно, нам объяснили знающие люди, что она таким образом объединила две отечественные войны в одну. Значит, это отечественная война 14-го года и отечественная война, Великая отечественная война. И что Николай Второй – это главнокомандующий обеих этих войн. Ну, знаете, сказать, что это дикость – это не сказать ничего. Это просто какое-то издевательство над здравым смыслом. Достаточно сравнить нашу армию в Первую мировую войну и во Вторую мировую войну. Это небо и земля по всему, по всему. Значит, и, конечно, значит, говорить, что человек, который обанкротился, который оказался полностью несостоятелен, которого проклинала вся страна, значит, про которого говорили царица с Григорием, а царь с Георгием, значит, это просто какое-то издевательство над здравым смыслом. У нас же был разговор о обстоятельной, о Николае Второй, о его подвигах, о его достижениях и так далее. Ну, достаточно сказать, что большая программа перевооружения русской армии в годы Первой мировой войны была принята в 1914 году. И самое время? Самое время, да. И действительно, к 1917 году она была выполнена. Но было уже поздно, поезд уехал. Значит, поздно пить боржомик. И на самом деле, по всем показателям, и по... Ну, я думаю, вот это, кстати, надо остановиться подробнее на этой теме. Это сравнение того, что выпало нашему народу и руководству страной 22 июня 1941 года. Вот тут среди вот этих мифов, это просто потрясает меня этот миф по своей живучести. Это целый комплекс мифов, связанных с нападением. Ну, во-первых, мы уже много раз говорили, мне уже тошнит этот вопрос. А верил Сталин разведчикам, не верил, доносили, не насили. И не были готовы. Да. Не были промышленности, ничего не было. Да, не было готовы, потерпели поражение. Вот эта фраза, потерпели поражение, какое поражение мы потерпели? Мы выиграли эту войну. Значит, просто, ну, два слова. Ну, во-первых, уже сто раз говорил, что 90% донесения разведки – это дезинформация. Немцы разработали хитрую систему дезинформации. Она сработала везде. И во время нападения на Польшу, и польская разведка тоже была не готова. И на Францию, везде она срабатывала. Это игра в наперсток. Тот, кто нападает, он всегда обманет того, на кого он нападает. Ни у кого не было агентов в высшем эшелоне германского руководства. Ни у нас не было, ни у французов, ни у поляков, ни у кого. Сталин прекрасно знал, что немцы нападут, но страна не успевала перевооружиться. И делалось все, чтобы это перевооружение закончить. Конечно, если бы напали немцы в 1942 году, война сложилась бы совсем иначе, и жертв было бы гораздо меньше. Но так же, как и в Первую мировую войну, шло перевооружение. Но страна во Вторую мировую войну была гораздо более готова, более чем готова была к этому нападению. И говорить о поражении просто безнравственно. Ну просто небольшие цифры. Саш, а вот смотри, если раньше вот эта публика, она просто отрицала все, сейчас все-таки, Саш, худо-бедно, усилиями твоими, Юрий Николаевич Зуков, настоящий кселенский историк, сдвиг происходит. И поэтому сейчас на вооружение пошли совершенно другие приемчики. Вот такого плана, что да, но какой цену? Да, о цене сейчас поговорим. Вот просто, чтобы не быть голословным, вот цифры. Польша, которая была вполне сравнима с Германией по всем параметрам, да, и которая вместе с Германией, я напомню, участвовала в разделе Чехословакии. Германия захватила Судеты, а Польша захватила Тешинскую область. И я хочу очень важный момент уточнить. Не то, что они воспользовались ситуацией и на халяву получили богатую там сырьем область, которая им была нужна позарез. Нет, они долгие годы готовились к этому захвату. Там был спецназ, как и немцы, кстати говоря. Поляки ничем не отличались немцами. Вот если говорить о том, кто первые совершили акты агрессии, это безусловно, при попустительстве Англии, конечно, и Франции, ну, Италия участвовала, а при попустительстве, это поляки и немцы. И венгры, кстати, подсуетились там под Карпатской Руси и Южной Словакии. Вот именно поляки наряду с немцами могут считаться людьми, которые развязали вот этот огромный мировой конфликт, захватив эту Тешинскую область. И, кстати говоря, еще интересный момент, о котором никто не знает. Ведь не одна Германия напала потом на Польшу, напала еще одна могучая страна, Словакия. Она тоже напала силами двумя бригад, и там 350 порядка самолетов каких-то у них было, ну, таких, не сказать, что особо могучих, но напала. И тоже там захватила Польскую область, да. То есть, про эти страны никто не вспоминает. Не их осуждают 23-го, значит, августа, как, ну, день подписания. Советский Союз. Советский Союз. Советский Союз развязал. Да, развязали. То есть, вот этот цинизм поражает. И вот, значит, о Польше. За 27 дней, 27 дней немцы потеряли 17 тысяч человек. То есть, в день они теряли 360 человек в день. Франция, Бельгия и Голландия. Ну, в основном, конечно, Франция. 44 дня. 46 тысяч человек по одной тысяче в день. И сравните, вот 44 дня, 46. Советский Союз за три недели немцы потеряли 100 тысяч человек. 50% танков, которые участвовали в наступлении. А к 19 июля они потеряли 1284 самолета. Это в разы больше, чем они потеряли в Польше, Франции, Бельгии и Голландии. То есть, о каком поражении 41 года может идти речь? Удар, нанесенный по нашей стороне, был просто колоссальный. Ведь мы воевали не против 80-миллионного немецкого народа. Мы воевали против 360-миллионного населения Европы. Которая, кроме Англии, фактически, де-факто, была на стороне Германии. Это были или союзники. И слава богу, они были неорганизованы. Слава богу, у них был свой бардак. Потому что есть вот... Кстати, Алексей Исаев об этом говорил. Он говорит, слава богу, что воевать пришлось несконсолидированным и хорошо организованным противникам. Да, слава богу. И тут надо сказать, что ведь на самом деле, что касается солдат и техники, от 20 до 30 процентов на нашем фронте, это были не только немцы. И техника не только немецкая. Огромное количество... У Австрии была мощнейшая промышленность. Огромное количество техники, танков, самолетов, авиамоторов поставляла Австрия. Франция, Чехословакия вообще была главной страной по вооружению. Значит, финны выставили 19 дивизий, 13 бригад. Венгры 23 дивизии и 6 бригад. И, кстати, венгры до последнего не предали Германию, сражались до последнего. Когда все остальные хитро умудрые, значит, страны уже перекинулись и воевали против немцев. Румыния, 21 дивизию, Италия, халява, 7 дивизий, Словакия, 3 дивизии. Добровольцев огромное количество, да? Да, все эти регионы СС. Миллион 800 тысяч человек в общей сложности, да, на стороне Германии. Причем, ну, говорят, добровольцы, это представляет, ну, несколько тысяч там человек. Какое там несколько человек? Огромные десятки тысяч голландцев, бельвегийцев, норвежцев. Шведов нейтральных. Да, нейтральных. Ну, шведов как раз таки мало, батальон, но тем не менее, да? Батальон, это уже батальон. Испания прислала голубую, надеется, остается в хорошем смысле этого слова, дивизию, через которую прошло более 40 тысяч человек и авиационные подразделения. То есть против нас воевала реально, не только воевала вся Европа, но и вся экономика всей Европы. И даже так называемые нейтральные страны типа Швеции, значит, Испании, они тоже реально оказались на стороне агрессора. Сырье поступало туда, жизненно необходимое для германской промышленности, руда, значит, и так далее. Поэтому говорить о том, что вот мы потерпели поражение, какое там поражение, на нас напала вся Европа. И сравните это с Первой мировой войной. Первую мировую войну полгода максимум, да и то спорный вопрос. Восточный фронт был главным фронтом Первой мировой войны. Пара месяцев осенью 2014 года и, скажем, 3-4 месяца весной или летом 2014 года. Саша, вот об особо одаренном, любознательном. Почитайте, просто цифры Второй мировой войны. Ты не в курсе. Сейчас вышли у нас книги, что именно Восточный фронт был главным фронтом. Главным? Да. И что мы вообще войну выиграли и так далее. Значит, ну, сейчас пишут, что так как японцы не заняли Москву в 1905 году, то мы выиграли русскую и японскую. Выявили эту войну, да? Да, но действительно не заняли, действительно. Нет, это я ничего не могу. Это правда. Не надо лишнего наговаривать тоже не надо. На японцев. Да. Значит, и вот сейчас получается такая петрушка, да, что даже сравнивать смешно нашу роль в Первую мировую войну, я уже не говорю про цели. Потому что Великой Отечественной войны была цель святая, защита своей Родины, да. Немцы действительно зверствовали. Это доказано, и они, вот мы возьмем процент погибших военнопленных, русских, советских и там англичан, французских, несоизмеримые цифры. В десятки раз процент погибших наших. То есть они уничтожали наш народ, население, культуру, все. И это... Сейчас же ведь опять любознательный и одаренный вылезет и скажет, а Сталин не подписал. А Сталин не подписал, так если он не подписал, надо было людей морить голодом, болезнями и убивать? Вот на этот счет есть отличная книга Александра Дюкова, за что сражались советские люди Великой Отечественной войны. Вот там вот весь комплекс этих проблем, кто хочет... Он обсуждается. Александр Дюков, еще раз наш название, пожалуйста. За что сражались советские люди в годы войны. В годы войны. Значит, и вот возникает вопрос, да? На нас обрушилась вся Европа с населением 360 миллионов человек. Те страны, которые псевдонейтральны, фактически помогали. Значит, ну да, более того, ведь все же знали, никакой не секрет. И у нас даже после войны выходили книги, надо бы их перевести, американских авторов, о том, как через Испанию американцы торговали нефтью с Германией. То есть они продавали как бы Испанию, Испания перепродавала, ну, то, что сейчас делает наша любимая Белоруссия, да? И все это знали, и всю войну это продолжалось, и Рузвельт это знал. Но деньги не пахнут, значит, для вот этих людей. Значит, и для прекрасного Рузвельта они, очевидно, тоже не пахли. Поэтому, когда мы сравниваем Первую мировую, и главное, что цели, опять же, скажу, цели. Вот сейчас говорят, что Первая мировая была отечественная. Какое отечество мы хотели? Это что, Дарданиллы, это наша отечественная? Проливы. Да, Стамбул. Нет, дело хорошее. Дело хорошее. Но говорить о том, что там свето... Защищать братушек этих... Зачем нам... Сравнительно хорошие. Нам нужна была эта Галиция. Вот основные наши цели. Проливы, Стамбул, Галиция. Глупость, чушь и предательство. И называть эту отечественную войну Первой мировой отечественной может только идиот. Да? Я, пожалуй, согласуюсь. Нет, у нас еще почти минута до новостей. И я просто еще, Саш, хочу к тому, что... Да, очень много мы попросимся, чтобы нас послали на Украину, вот я лично, но не посылают, к сожалению. Хотелось бы, конечно, поучаствовать там в каких-то исторических передачах в Киеве. Это под гарантией лично безопасности. И вот сейчас, если нас слушают, да, без всяких гарантий. Я готов туда поехать. Да идиотов там хватит, Саш. Так что напрасно вы этой глупости пишете. Не надо, Саш, на идиотов, которые пишут, не обращая внимания. Ты понимаешь, когда люди пишут, пальцы себе стерли до запястья, а их не читают. А их не читают, а они все равно пишут. Они смотрят радио по телевизору. Ну идиоты, естественно. Новости на радиостанции, говорит Москве. Продолжаем наш разговор с историком-издателем Александром Колпагиди. И тема, которая всегда всплывает гораздо чаще и интенсивнее, чем обычно, в промежуток между 9 мая и 22 июня, это, конечно, Сталин. Вот здесь вот люди начинают, у них глаза закатываются, слюни начинают брызгать и так далее, и так далее. Мне тут один сказал, а вот мой дедушка, я говорю, ты следственное дело видел? При всем, при том, что я не хочу обидеть его дедушку. Мало ли что, может, дедушка действительно был безвинной жертвой. Но он не видел, но он уверен, что тиран Сталин дедушку расстрелял на звезде на Спасской башне. Ну, тема, это называется тема «Вопреки Сталину», да? Вопреки Сталину такое... Вообще вот интересно, что модные слоганы такие придумаются и вбиваются в массовое сознание. Причем сама идея, что Сталин сыграл негативную роль в воде, она возникла еще в недрах американских всяких институтов советологических, которые по заданию ЦРУ все это делают. Вот все так примитивно в этой жизни, просто тошнит от этого. Все это делалось в годы Холодной войны. Разрабатывались вот эти клише, которые пропагандистские вбивались в сознание нашего народа. С помощью радиостанций, там, всякой пропаганды и так далее. Кстати, отдельная тема, огромная пропаганда, которую Третий Рейх вел на нашу страну. И вот эти клише сейчас повторяются. Значит, ничего нового тут нету. Ну, давайте вот о роли Сталина, да. Ну, уже тошно говорить по поводу этих репрессий и скажу два слова, да. Ну, во-первых, никаких 40 тысяч расстрельных офицеров не было, да. То есть, там всего было уволено, по-моему, 36, из них 12 тысяч воевало, потом восстановлены. Там порядка 7, по-моему, тысяч было репрессировано. То, что репрессировали лучших, а худшие остались, значит, ну, вот два примера. Волховская катастрофа, вот где погибла эта знаменитая вторая ударная армия, и Власов там перешел. И самая, на мой взгляд, ужасная вообще катастрофа, это катастрофа Крымского фронта. Вот там и там были генералы, да, генерал-полковники. Хозин на Волховском фронте и Козлов в Крыму. Оба стали офицерами в Первую мировую войну. Гражданскую командовали бригадами. Получили высшее воинское образование. Один, значит, оба командовали округами. А Козлов командовал фронтом, когда вводили войска в Иран. То есть, оба были опытные ученые. Один из них был, кстати говоря, руководителем даже военной академии. То есть, оба прошли все ступеньки, были офицерами еще в царской армии. То есть, ну, казалось бы, ну вот что им, чем они отличались от, допустим, тех, кто ворит в прессе. Да ничем не отличались. Это миф, что остались какие-то неучие и идиоты. Нет, были. Но оба совершили трагические непоправимые ошибки. И, значит, в результате погибли десятки, сотни тысяч наших солдат. То есть, вот катастрофа в Крыму, это же просто ужасная какая-то катастрофа. Когда наша огромная группировка, 250 тысяч, была разбита, а наступавшая немецкая группировка в 150 тысяч. И мы потеряли там в десятки раз больше солдат и офицеров, чем наступавшие немцы. Ну, тут Манштейн, да, Манштейн, против Манштейна нет приема. И можно объяснить все. Конечно, Козлов против Манштейна не тянет. И когда Мехлес, обвиняют, кстати, во всем Мехлеса, уж очень фамилия подходящая. Алексей Исаев тут рассказывал, выяснилось, что никакой не злодей, никакой не призрак. Да, да, да. Более того, он как раз и предупреждал Козлова. Но его, в чем можно видеть, что он недостаточно на этого Козлова активно воздействовал. И вообще вот эта роль партии в годы войны, вот это, на мой взгляд, самая важная ложь, которая сейчас в нашей стране процветает. Роль КПСС в годы войны. Потому что, на мой взгляд, говорить о победе и не говорить о той роли, которая сыграла партия коммунистическая, вот это ложь. Это ложь не в том, что эту роль как-то там оклеветали и так далее. Они вообще не говорят. Как будто бы никакой роли вообще не было. Это 3 миллиона коммунистов погибло. Огромную роль сыграли политработники. Смотрите, когда в конце 42-го года отменили институт комиссаров и появились замполиты вместо комиссаров, да, ввели единочали, в партизанском движении через 2 месяца опять восстановили институт комиссаров. Потому что в партизанском движении без комиссаров вообще было не обойтись. Огромное количество политруков, политработников получили, половина членов ЦК и политбюро была на фронте. Значит, 250 работников центрального аппарата партии была на фронте. Огромное количество политических, значит, комиссаров, политработников, политбойцов. Были политбойцы, которых вообще никто не вспоминает. Их только в начале войны 100 тысяч ушло на фронт. Вот, значит, огромное количество стали героями Советского Союза. Все дважды герои, все члены партии. 70% героев Советского Союза члены партии. Значит, я не помню там какое количество, по-моему, 50 с чем-то политруков закрыли зоты своим телом. Мы повторили подвиг Матросова, да. То есть, когда, ну, иногда говорят, что эти политработники в тылу, у них процент погибших такой же, как у обычных офицеров. Абсолютно такой же. Кстати, то же самое, когда говорят, СМЕРШевцы, они в тылу отсиживались. Да, да, да. У СМИ, у полномоченного СМЕРСа, если он не работал в управлении, там где-нибудь, замначальник управления СМЕРШ фронта, у него было право умереть вместе со всеми в окопе. И зачастую после гибели командира заменяли с собой командира и вели в атаку. Вот это все мифы, значит, которые просто от незнания и от замалчивания. Даже трудно, вот у нас за 30 лет не появилось ни одной книги, я не видел, по крайней мере, о роли КПСС в обеде великой. Я великодечный. Как можно? Конечно, возможно, если бы эта партия называлась не коммунистическая, а, допустим, Единая Россия, возможно бы такие книги, даже уверен, что появились бы. Но меня поражает другое. Почему вот, допустим, люди в КПРФ, которые, вторая фракция в Думе, у которых там, очевидно, есть какие-то средства, почему они не выпустят какую-то книгу, а роли... Вы, кстати говоря, хороший вопрос. Да. А вот это хороший вопрос. И вопрос в связи с этим, а коммунисты ли они вообще, и считают ли они себя наследниками вот той самой КПСС, которая выиграла Великую Отечественную войну. Роль партии в победе была колоссальна. Три миллиона коммунистов погибло. И партия за годы войны выросла, причем выросла существенно. И за счет тех, кто вступал на фронте. И за счет, да, упростили условия приема в партию, да, то есть делалось все, да, сколько пошло комсомольских работников, значит, сколько пошло секретари обкомов, райкомов и партийных, огромное количество. Секретари подпольных райкомов и горкомов, как правило, являлись командирами, комиссарами или командирами отрядов самых крупных соединений, партизанских на той территории, где они действовали. То есть... Да, очень много советских партийных и советских работников ушло в партизаны, и там всю войну, если бы не партия, партизанское движение в том виде, в котором оно было, не существовало бы. И не только. Огромную роль играли партийные организации, партийные комитеты на заводах, в экономике. То есть партия, это был приводной ремень, наряду, конечно, с НКВД, СМЕРШ, но главным образом партия на первом месте, который приводил в действие весь этот механизм. Сталин руководил страной не в режиме ручного управления, он создал систему. И эта система работала, колоссальная система. Сейчас то, что было сделано в годы войны, не видано. Но если бы не была эта подготовка начата в конце 20-х годов, мы бы, конечно, войну проиграли. И только во время войны, мы уже говорили на эту тему, становится понятно, почему нужна была индустриализация, почему нужна была коллективизация, почему нужна была культурная революция. Индустриализация дала нам мощную военную промышленность. Ты же, извини, мне кажется, это очень важно. Ты же сам говорил, а сколько уходило силу Сталина на борьбу с этой оппозицией и с прочим, и с Троцким, и так далее, и так далее. Это же упущенное время было. Да не смотри. Значит, смотри, вот причем очень важная роль была то, что у нас была плановая экономика. Вот она у нас была реально плановая, в Германии все-таки не было реально плановой экономики, там такая была смешанная экономика. Наша экономика оказалась сильней. Мы смогли немцев победить прежде всего экономически. Мы их задавили самолетами, танками, артиллерией, мы их задавили просто техникой, производство наше. Мы потеряли, подумайте сами, огромную территорию, где в основном и располагался промышленный потенциал. Но уже со второй половины 42-го года мы вышли на примерные цифры, а в 43-м году мы их обгоняли. И в конце уже войны мы их просто задавили. Задавили количеством техники. Ну, конечно, там не все так просто было. Как и в Первую мировую войну, кстати, были проблемы у нас со снарядами. Тут немцы нас даже превосходили. Но не было снарядного голода, как он был у нас в Первую мировую войну. Значит, по зениткам они... Ну, единственное, по-моему, по зениткам они нас так и превосходили всю войну. А по всем остальным видам техники, по автоматическому оружию, по пулеметам, артиллерии, ручному оружию, самолетам, танкам, мы их превосходили очень сильно. И это произошло, еще раз скажу, несмотря на потерю в первые месяцы войны огромной территории, где как раз и располагались. Но это перебазирование на восток и мгновенный запуск производства, это чудо бы не произошло, если бы перед войной... Если бы заранее не готовили. Да, да. Потому что впечатление у людей такое, что привозили завод, вываливали в поле, да не уже был фундамент заложен, уже были коммуникации подведены. Люди начали работать под открытым небом, а уже там... Дальше стены строили и крышу наводили. Да, и тут, значит, второе, это, конечно, сельское хозяйство. Если бы не коллективизация, если бы не создание колхозов, совхозов и, главное, МТС, что повлекло за собой массовое... Сейчас мне будет, знаешь, какую МТС, и какую роль сыграли МТС тогда. Зато все знают про Голодомор. Это да. Значит, а у нас не было бы продовольственной безопасности. То есть мы не голодали, никто не мог сормать поставки хлеба. Не было кулачества, которое могло спекулировать, могло, значит, просто... Прятать хлеб, жить! То есть мы обеспечили армию продовольствием. Продовольственная безопасность была соблюдена. Огромные жертвы были принесены в это, в начале 20-х годов. Но это сработало в годы войны. Я не хочу говорить, что это оправдывает эти... Нет, не оправдывает. Погибли люди, которые во время Голода, не оправдывает ничего. Но, тем не менее, во время войны у нас была обеспечена продовольственная безопасность. Трактористы эти МТСовские стали танкистами. То есть это огромное количество молодых парней, которых надо было просто пересадить с трактора на танк. Значит, третье — это культурная революция. Наша армия была самой необразованной армией, самым большим количеством неграмотных в Первую мировую войну. Во Второй, во Великой Отечественной войне у нас неграмотных практически не было. У нас 15% солдат было с высшим и средним образованием. Значит, да, больше всего было, конечно, с начальным образованием. Ну, с начальным образованием. Я уже не говорю о том, сколько подготовили с высшим военным образованием накануне войны. Кстати говоря, больше всего готовили именно в 1938, 1939, 1940, 1941 году. Академии открывали, училища и так далее. Я не знаю, это сложно проверить, но попадалось в литературе, что наши офицеры были более подготовлены, ну, имели более высшее образование, чем даже немецкие. Не знаю, насколько это правда, но вот такое у меня встречалось в литературе. Просто мы плохо знаем, как бы, статистику по немцам. То есть наша армия была готова. У нас сразу же мы учили людей, они становились там артиллеристами, летчиками, танкистами и так далее. То есть можно сказать, как говорили вот про прусскую армию, можно сказать, что Великую Отечественную войну выиграл советский учитель, советская школа. Сейчас, конечно, это можно сказать с большой долей допущения. Кстати, еще одно. Большевики оболваливали народ. Очевидно, с этой целью столько было классической музыки и классической литературы на том же радио. А вот сейчас Стасик поют, ну, просто застрелились. Все, вот сейчас культура. Вот так. А у них нет, у них кровавые душители были. Тут еще такой момент. Значит, я не согласен с тем, что говорят, что вот репрессии были оправданы, потому что потенциальные враги были уничтожены. Это говорить, по-моему, безнравственно. Значит, мы знаем точно, и это не отрицает никто, ни Жуков, ни Прудникова, ни Бортиросян, ни Кремлев, ни Пыхалов. Никто этого не отрицает, что масса людей по вине Ежовева, его этих подонков, значит, из НКВД, масса невинных людей пострадала. Было убито, село, пошло в ГУЛАГ и так далее. Безусловно. Но, с другой стороны, вот сейчас вся Средняя Азия праздновала 100-летний юбилей. У нас даже никто не обратил на это внимания. Какой юбилей, Леня, они праздновали? Они праздновали 100-летний юбилей крестьянского среднеазиатского восстания 1916 года. Подумайте, 1916 года. Это наши братские народы из Средней Азии празднуют сейчас. Значит, отмечают. Везде прошли там церемонии и так далее. У них в учебниках это восстание расписано в самом, что ни на есть, неприглядном виде. У нас ничего подобного не происходило в годы войны. Причем, смотрите, даже мобилизация в царскую армию сопровождалась так называемыми пьяными бунтами, когда призывники, которых лишили той возможности нажраться перед выездом на фронт, ограничили продажу, не было сухого такого, но ограничили резко продажу спиртного. Устраивали, громили целые города. Значит, огромные были беспорядки. Погибло несколько сот человек с обеих сторон, их подавляя. Значит, даже трудно себе представить это в годы Великой Отечественной войны. А сколько было голодных женских бунтов. И, кстати говоря, они сопровождались отказов. В 15-м году уже солдаты отказывались стрелять в женщин. А в 16-м году уже даже казаки, которым, ну, не буду, значит, отказывались рубить этих... Тихий дон! Почитайте тихий дон, как вот и идет... А об этом у нас, вот, когда вот в позапрошлом году отмечали начало, никто не сообщал, не было ни одной статьи, ни одной книги. Но это было в царской России. И в результате нам очень любят, знаешь, говорить, что вот миллион человек предал и оказались, вот из-за Сталина, из-за коллективизации, из-за репрессий, миллион человек оказался на стороне Третьего Рейха. Ну, извините, а в Первую мировую все, вся армия предала присягу, вся армия предала своего верховного командующего, вся армия приняла участие в революции. Предала. Сейчас говорят, это было предательство, либералы организовали предательство. Да, да, да. Ну, а солдаты не вышли на улицу? Весь Петроградский гарнизон, 300 тысяч, не вышел на улицы? Великие князья Кирилловичи с красными бантами не вышли на улицы? Казаки не смотрели в другую сторону? Синод очень мудро промолчал, а через неделю уже стал воспевать при службе временное правительство. Это не произошло? Произошло. Поэтому как можно сравнивать? И, знаете, это называется у англичан ничего наружу, это нет, у нас это не англичан. У нас ничего наружу, на зеркало пинет. Поэтому, когда мы говорим здесь о каком-то там глобальном предательстве, это вопрос. Дело в том, что немцы и австрийцы в Первую мировую войну не ставили себе, не было такой идеологической реальной войны. Ведь у нас всегда говорят о боевых действиях на фронте, но никто даже не подозревает, какую огромную идеологическую войну вели немцы. Сколько, например, 300 газет многотиражных выходило на оккупированной территории. В Орле, Смоленске, Краснодаре, в других крупных городах были созданы издательства, издательские центры. В деревнях приезжали автомашины с громкоговорителями. Старо заставляли зачитывать там всякие акционные материалы. По квартирам ходили, читали. Во всех кинотеатрах, в театрах, в увеселительных завалениях, в клубах зачитывались какие-то лекции. Значит, кто это делал? Это делали иммигранты наши, которых мы сейчас очень любим и воспеваем, да? Самая любимая тема наших современных историй. Это делали националисты, раскуваченные, всяческие, значит, там, недобитки, которые, значит, немцы, которых брали себе на службу. Особенно, конечно, активные иммигранты и националисты. В Вермахте была огромная машина, там, 15 тысяч пропагандистов служило. Радиостанции были, не только из Германии вещали. Были радиостанции, созданные и здесь, там, в том же Краснодаре, в том же Орле. Значит, они вещали на всю нашу территорию, значит, а радиоточки устанавливались на рынках, в каких-то, на площадях, и людей накачивали идеологически. То есть работала огромная машина. Порядка 10 ведомств немецких, у нас только думают это Министерство образования и пропаганды Гебельца, нет, порядка 10 ведомств занималось идеологической обработкой нашего населения. И что в результате? А в результате наша идеологическая машина во главе с Александром Сергеевичем Щербаковым, о котором никто не вспоминает, главным начальником Главпура переломила, победила и разгромила всю эту идеологическую машину. Ну, не только Главпур, естественно, главную роль здесь играла КПСС, о которой я говорю, и о которой вообще никогда не вспоминают в связи с победой, что, на мой взгляд, является клеветой. Недоговаривание, это был главный метод, который бесил в советское время историков. Когда не врали сознательно, а чего-то не сообщали. Не договаривали, полуправда. Полуправда. Да, полуправда. Вот это в отношении КПСС, это в отношении политорганов сейчас главное. Потому что нельзя отрицать эту огромную роль, если начинать о ней говорить. Поэтому сейчас предпочитают оклеветать, это невозможно. Невозможно оклеветать 70% героев Советского Союза. Поэтому предпочитают вообще не договаривать. Это плохо. И вот еще касательно роли Сталина. Ну, уже говорили, я не хочу повторять это глупости, что не может самолет долететь до аэропорта вопреки пилоту. Не может поезд доехать вопреки машинисту. Значит, что бы было с Францией, ну, французскими вот этими великими завоеваниями, если бы не было Наполеона. Сейчас, конечно, какой-то перехлест пошел. Пишут, что вот Сталин, он немцев бы разбил, даже если бы он был руководителем монгольского народа. Это, конечно, неправильно. Со Сталиным или без Сталина наш народ бы войну выиграл. Но роль Сталина была колоссальна. И не потому, что он вот лез во все дела. Хотя все, почитай, Василевского, Баграмяна. Люди, которые у него были на приеме. Да, Рокоссовского, да. Тот же, кстати говоря, тот же Градин. Да, сейчас любят цитировать Жукова, любят цитировать какие-то там высказывания Хрущевской полы. Но вдумайте сами, Хрущев сознательно заставлял военачальников клеветать на Сталина. Миллион свидетельств этого сознательно заставлял. Есть история, когда во время заседания в Кремле, партийно-хозяйственного актива, он сказал, вот Сталин не мог руководить, он военных вопросов не разбирался, вот сидит начальник генштаба, товарищ Соколовский, товарищ Соколовский, подтвердите, пожалуйста. Соколовский встал и сказал, никак нет Никиты Сергеевича, сел. Понимаете, вот пример того, что эта роль Сталина сознательно Хрущевым... По глобусу, войной по глобусу. И в этом отношении, как ни парадоксально, цели Хрущева сошлись целями советологов, пропагандистов американских периодов Холодной войны. То есть Хрущев и ЦРУ, они тут сошлись. И недаром, позднее, когда Хрущева уже убрали, он свои мемуары написал, передал их на Запад, и тоже при помощи этого самого западного сообщества там были напечатаны и использовались против нашей стране в годы Холодной войны. Что бы со Сталиным к ним произошло, он бы никогда бы на такой шаг не пошел. Потому что, вот это, как говорится, почувствуйте разницу. Слон и моська. Хотя, я хочу сказать, безусловно, у Сталина в каких-то конкретных военных вопросах были ошибки. Любой серьезный военный историк... Я не военный историк, поэтому тут, как бы, мое мнение может быть... А у Руссель-то не было? Ну, я спрашивал у многих людей, и у Исаева, и у Даймса... А у Черчилля? Да. У многих серьезных военных историков. Самых... Они говорят, да, у него были ошибки. Но главное, что у него было, он был великолепный организатор, который создал систему. И эта система оказалась самой сильной, самой мобильной, самой могучей системой в годы войны. И она переломила хребет вот этой немецкой машины. На все призывы рассказать про пропаганду, про то, про сё, потрудитесь, сами этим озаботятся. Тема у нас сегодня объявлена. Александр к передаче подготовился. А все ваши пожелания... У нас демократия, они останутся пожеланиями, конечно. Насколько сильно и насколько изменилась пропаганда... Вот здесь вот как бы это слово, Саша, подобрать? Антиисторическая пропаганда. Давай скажи, я скажу так. Вот опять там это, за победу заплатили неотвратимую цену. Почему-то люди об этом серьезно разговаривают. А давайте зададим вопрос, а цена поражения какая бы была? Да. И тут вопрос всегда такой, я всегда это говорю. Цена такую, какую запросили. Вы идете в магазин, там лекарства покупать, вы не торгуетесь. Это не рынок, это не базар, это магазин. Там есть определенная цена. Цену надо платить такую, которую просят. Мы потеряли в этой войне огромное количество людей. Огромное, колоссальное. Хотя, вот, например, покойный Земсков, которого ты так любишь, историк-демограф, он оспаривал вот эту цифру 27 миллионов погибших. Это, да. Да, и у него довольно интересная аргументация, ну, это долгая история. И он настаивал, что все-таки та цифра в 20 миллионов, она была более правильной. И он говорил, что это специально по заданию Горбачева в начале перестройки с целью, значит, преувеличить вот потери. Ну, да. Значит, да, вот это с целью чернухи, вот это нарисовали... Слишком высокую цену заплатили. Наши талантливые, значит, люди нарисовали вот эту цифру. Я не знаю, я не демограф, да, то есть, например, есть там другие историки-демографы, да. Вот я тебя хочу спросить. 18 лет или 17, Александр Николаевич Яковлев, никто же сказано, будет сидел на реабилитации. Чего, что следственные дела-то не рассекретил? Потому что, а следственные дела, ты же говорил, что засекречены все следственные дела. И непонятно, что за человек-то, может, и за дело, а может, и не за дело. Никто здесь никого обелять не собирается. Вот серьезные историки, которым я безусловно отношу, Александр Калпагиня, они хотят выяснить, как было. Как было, не хуже и не лучше. Новости на радиостанции «Говорит Москва», после новостей продолжим. Внимание, внимание. Да, меня вот тут интересует, как поживает Сергей Шестов. Отлично, просто изумительно поживает у себя за городом. Он будет вам очень благодарен. Это трогательная забота. Это очень трогательная забота. Спасибо. Саша. Значит, теперь тема предательства. Да. Вот, ну, тема предательства, она все время остается актуальной. Это одна из разменных карт, которую используют люди, которые, условно говорим, фальсификаторы истории. И, кстати, недавно она совершенно идиотским образом всплыла на Евровидении, когда началась опять эта нелепая дискуссия по поводу роли крымских татар в войне. Значит, безусловно, не может быть двух мнений. Это, значит, депортация крымских татар, это было ошибочное преступное решение. Это давно. Судили, извинились и так далее. Другой вопрос интересен. А сколько сами эти крымские татары будут этот факт использовать? Сколько поляки будут с этой Катынью всем надоедать? Совершенно непонятно. И, кстати говоря, совершенно непонятно. Ну, вдумайтесь сами. В Катыни расстреляли 20 тысяч офицеров. Немцы уничтожили 5 миллионов поляков. Ну, допустим, из них 3 миллиона было польскоязычные. Но все равно 5 миллионов граждан этой страны. Как можно сравнивать? Про эти 5 миллионов молчат, про эту Катынь всю плешь проели. Теперь, значит, по поводу крымских татар. Ну, почему бы вот крымским татарам было не извиниться за то, что у них на стороне Третьего Рейха сражалось больше молодых людей, чем в составе Красной Армии. Вот, ну, мы все знаем, там 21 тысяча татар пошла к немцам. Причем служили они у них не за страх, а за совесть. Сжигали живьем наших парашютистов, десантников. Там, значит, известна эта история сожжения греческой деревни Лаки со всеми жителями. Да, то есть об этом у нас как бы вообще не говорили. Было запрещено в советское время. Игорь Пыхалов, за что Сталин выселял народы. Книга, которая практически стоит только из документов. Только из документов. Если мне хочет что-то предъявить другая сторона, я с удовольствием ознакомлюсь с документами, с архивными какими-то бумагами. Но рассказ устный, вот тут вот как-то это не очень аргументировано. Значит, уничтожали, так же как в Прибалтике местные, так сказать, националисты отличились в уничтожении там еврейского населения и других, кого они считали недостойными жить. Так же и крымские татары активную роль сыграли в уничтожении цыган, евреев, караимов, крымчаков. Это очевидный факт, с этим не поспоришь. Говорят, да, вот они сражались. Да, сражались с Красной Армией. Сколько? Никто не знает. Значит, судя по всему, после войны было зафиксировано 9 тысяч крымских татар, участников войны. Из них 500 офицеров. И честь им и хвала. И честь им и хвала, да. Значит, это из тех, кто были депортированы. 3 тысячи не были, не состояли на спецучете. 3 тысячи не состояли. То есть, получается, значит, 12 тысяч осталось живых участников войны. Но не факт, что некоторые из них не могли служить до этого в полициях. Значит, а погибло их 3200 человек на фронте. Это честь им и хвала, это герои, молодцы. Это, так сказать, мы должны их только уважать. То есть, всего мы видим тут около 15 тысяч человек. Это меньше, чем сложалось немцам. Но, тем не менее, безнравственно сравнивать эти цифры. Были погибшие в Красной Армии? Были. Были герои Советского Союза? 7 или 8. Да, были. Один из них дважды герой Советского Союза. Это летчик. Да. Пишут по поводу того, что его мать не хотела с партизанами уходить. Там, ну, это вопрос с крымскими татарами очень запутанный. Я хочу сказать, что о чем, вот, например, сейчас никто не знает и не вспоминает. Посмотрите руководство Крымской Автономной Республики, предвоенные, да и военные горды. Огромное количество, не по процентному отношению, а гораздо больше, в руководстве составляли крымские татары. Их назначали не по деловым качествам, а потому что просто они крымские татары. Хотя они составляли всего, там, по-моему, 20% населения. Крымский, татарский язык был вторым государственным языком в этой самой автономной республике. То есть сказать, что советская власть им чего-то там не додала, что их там прижимали. Нет, наоборот, наоборот, вопреки здравому смыслу, в руководство ввели огромное количество крымских татар. А сколько было в 42-м году партизан крымских татар? Восемь человек. Причем, можно ли их считать, вопрос большой. Потому что они сбежали не с немцами сражаться, а от своих соплеменников убежали. Поскольку это был и секретарь обкома партии, секретарь горкома партии. Их же сами бы, вот эти полицаи, бы первыми сожгли. В конце войны уже крымских татар в прециданских отрядах было более 400 человек. Но это все равно несравнимо с этими 21 тысячу полицаев, легионеров. И кто же ведь, никто не говорит, что плохие, такие, сякие, ну давайте уже всем сестрам раздадим по серьгам. Главное, что нельзя депортировать народ. И нельзя было депортировать карачаевцев, балкарцев, чеченцев, ангушейцев, калмыков. Мне ужасные вещи рассказывал мой приятель, который служил, друг те близкие, значит, Владимир Осипов-Пятницкий, который служил в разведке. И вот эти калмыки по степи за ним гонялись. Он рассказывал, как его товарищи погибали, как они их зверски мучили и так далее. Но были калмыки, которые сражались в Красной Армии, были. И весь народ не может отвечать за этих предателей. Поэтому безнравственно все время педалировать эту тему. И в конце концов, хорошо бы, чтобы те народы, у которых большинство все-таки оказалось не на той стороне, извинились перед теми, у кого большинство подавляющее оказалось, на той стороне, на которой надо. И, кстати говоря, возьмем украинцев. Вот у них 250 тысяч коллаборационистов. Ну, 7 миллионов сражалось в Красной Армии. Ну, там, 6,5 миллионов сражалось в Красной Армии. 260 тысяч, это больше, чем коллаборационистов, сражалось в партизанском движении. Не 500, как врали в советское время, но 260 тысяч. Вот за эти годы оккупации Украины, это огромное... Ведь партизанить на Украине в силу географического положения было гораздо труднее, чем в Белоруссии, например. Это очень много. Поэтому безнравственно, значит, вот эти темы педалировать. Возьмем, например, вот вообще сколько было предателей, например, среди русских? Очень, кстати говоря, немало. Ну, там по-разному можно считать. Ну, вот минимум, можно сказать, 350, максимум 400 тысяч человек. Это большая цифра. Но это гораздо меньше, чем русских было в составе Красной Советской Армии. Гораздо меньше. Значит, среди этих русских, например, несоразмерно большой процент был казаков, с которыми сейчас так носятся. Их во время войны жило на территории Советского Союза порядка, по-моему, если я не ошибаюсь, 4-5 миллионов человек, да? У Гитлера казаков оказалось 60-70, ну так, примерно тысяч человек. Из них половина это иммигранты. Ну, из советских казаков оказалось, значит, граждан казачьего процедения оказалось среди коллаборационистов прилично. Порядка 35 тысяч человек. Это прилично. Причем, сейчас из них делают героев, там, какие-то памятники, там, ну, возьмем, там, допустим, вот основные, так сказать, лидеры. Подонки с какими-то мутными биографиями, сексоты НКВДшные, Тимофей Доманов, Платон Духопельников по кличке Диск НКВДшный, который, там, Доманов этот своего родного брата настучал в НКВД, там, с какими-то судимостями уголовными и так далее. То есть, это безнравственные люди, которые никак не были образцом казачьего движения. А в то же время казаков в Красной Армии служило огромное количество. Гораздо больше, чем оказалось предателей. Конечно. И сейчас вот... Саш, ты же ведь призываешь к одному, нормально нашу историю написать без этих, без логического визга, ни с той, ни с другой стороны, просто как это было. И все. Нам же вместе жить всем. Да, нам всем вместе жить. Поэтому я говорю еще раз. Значит, вот эти разговоры о том, что вот правильно выселены, они безнравственные. Народ не должен отвечать за каких-то своих предателей. Ну, безусловно, мы должны знать правду. Когда начинают другую, начинают вот, например, крымско-татарские историки, они все начинают что-то оправдываться, цифры перевирать. Вот любое почитаешь, там совсем другие цифры, чем в реале были. То есть, ну, зачем оправдываться? Почему не признать? Это касается и теченских историков. Почему не признать вот очевидные факты? И сказать, да, вот были, объясняется это тем-то, тем-то, тем-то. Тем-то и тем-то, да. Да, извиняемся, больше так не будем. Нет, надо оправдываться, выкручиваться. Кто-то что-то сейчас объявляет, кто-то сейчас предъявляет какие-то притонии. Нет, наоборот, вас реабилитировали перед вами, сто раз извинились. Значит, сколько вот было коллаборационистов по народам? Ну, вот Средняя Азия, да, дала большое количество коллаборационистов, но совершенно недееспособное. 180 тысяч человек. Значит, Азербайджан 35 тысяч человек. Грузия 25 тысяч. Сейчас цифры откуда? Это самые точные цифры у Романько, такого историка. Ты говорил про него. Армения порядка 20 тысяч, да? Ну, больше всего, как видим, тут из этих трех республик Азербайджан 35, 25, 20, да? Север-Кавказ порядка 30 тысяч человек. Казанские татары порядка 40 тысяч. Ну, вот Крымские более 20 тысяч, Калмыки 7 тысяч. А, мы сажали? Да. Так, чтобы сейчас тебя обвинять, что как-то там очерняет? Да нет! Тут речи не идет о том, чтобы вот сказать, вот, посмотрите, сколько их воевало. В Красной Армии воевало гораздо больше. Большинство вот перечисленных. И у армян гораздо больше, и у грузин и азербайджанцев. То есть, речь идет о том, что не только у русских были коллаборационисты. А русское число коллаборационистов, конечно, не радует вот это 350-400 тысяч человек. Но, опять же, по сравнению с количеством русских, которые служили в Советской Армии, это мизер. Значит, говорят, много было дезертиров. А в Первую мировую не было дезертиров. Вполне сравнимые, кстати, цифры по дезертирам. Значит, теперь вот... Я уж не помню, но легко найти там по названию. Набрать историк Романько и сразу найдут интернет. И все будет. Значит, по поводу... Теперь вот с чем можно сравнить. Ну, вот смотрите. Вот, например, у французов. Они... Вот сейчас французы, как и вся Европа, вот приняла этот как бы день скорби, памяти жен тоталитаризма, фашизма и коммунизма. Ну, они же не говорят, что подавляющее большинство погибших в борьбе с нацистом были коммунисты. Французскую компартию называли партией расстрелянных. Партией расстрелянных, да. Значит, в 41-42 году кто были французские партизаны, диверсанты, подпольщики? Ну, коммунисты, естественно, этнические французы. Испанцы. Которые ушли после гражданской войны. Огромное количество. Значит, ну, евреи, армяне, понятно. Значит, немцы, как ни странно, огромное количество немцев, антифашистов, бойцов интербригад. И, кстати, вот немцы отличались самым большим героизмом вот среди вот этих, тех, кто боролся против фашизма во Франции, да. Меньше всего было, значит, родителей тех, кто принимал в Европейском парламенте вот этот подлый закон, осуждающий, приравнивающий фашизм и коммунизм. Да, меньше всего. А их родители как раз были коллаборационистами. Их родители поучаствовали в составе французского добровольческого полка даже в сражении на Бородинском поле. Вот представьте себе, действительно, французы нарисовали... Ну, они там были не главные, но немцы, конечно. Но они даже нарисовались на Бородинском поле, где им надавали так, что больше их уже на фронте не держали, и отправили в Белоруссию там кур ловить по деревням. Значит, и когда вот говорят, например, о француз... Вот помнишь, в конце освобождения там идет такой скорбный список, показывают этот вечный огонь, да, и там... Да, да, да. Левитан, по-моему, в годы, Второй мировой войны. Погибло столько... И когда называют цифру французов, все почему-то думают, что это французы, погибшие в борьбе с нацизмом. Еще что? Большинство-то как раз из них погибло на стороне нацизма. Не, ну это было... И ни в одной стране этого не было. Французская гестапо была. Французская. Там работали французы. Если вы хотите выяснить судьбу евреев во Франции, посмотрите, есть такой хороший очень фильм, называется «Миссио Клайн». Джозефа Лоузи с Алленом Делоном в главной роли. Вот там он играет француза, которого ошибочно принимают заявление. И со всеми последующими. Со всеми вытекающими. Значит, возьмем теперь, значит, другой народ, который больше всего, значит, тут выступает и жалится на весь мир. Это поляки, да? Даже, что вот интересно, поляки так умело замаскировали свое участие в коллаборации, что мне попадались, по-моему, Юра Нерцесова статьи, где он, значит, могу ошибиться, ну, кого-то там публикация, вот где рассматривается процент коллаборации, и писали, вот поляки не участвовали. Участвовали еще как. Это даже поразительно, как поляки умудряются манипулировать в области истории. Значит, сейчас, когда посчитали, прослезились, оказалось, что поляков сражалось на стороне Третьего Рейха ровно столько, сколько и против Третьего Рейха. Поляков, которого немцы вроде бы обвинили народом вообще не людьми. Вообще не полноценными, да? Лишили их вообще всего, чего можно лишить, значит, засадили в концлагеря, пять миллионов поубивали. Их оказалось на стороне немцев более четырехсот тысяч. Каким образом? Значит, там интересная получилась вещь. Оказывается, немцы в силу природного своего изощренного мозга записали в рейцы селезцев, помарян, мазуров и так называемых горалов. Горалов вообще не объявили рейцами и среди них даже сформировали подразделения СС. Значит, и вот этих оказалось, особенно селезцев, огромное количество. Порядка, они дали более 120 тысяч человек. Хорошая цифра. Да. Они создали там какую-то трехступенную систему определения расовой частоты крови. И чем хуже становилось дело на фронте, тем у этих поляков кровь становилась все более арийской. Они попадали, значит, в Вермахт и так далее. Кроме того, у нас, значит, ну, там были какие-то, ну, не такие массовые, как бы, как в Вермахте, конечно, там подразделения из поляков в СС во многих частях танковых дивизий СС они служили и так далее. Была синяя полиция. Хорошо, что не голубая, как испанцы. А это они создали там полицию из бывших полицейских польских. Ну, там небольшая, порядка, по-моему, около 15 тысяч человек. Но были полицейские подразделения, подразделения из поляков. Особенно после того, как бендеровц, ну, украинские националисты ушли в лес, ну, была там, их заменили поляками. Значит, и эти, кстати, подразделения во многом пытались остановить вот эту резню польского населения, о которой столько сейчас говорят. Значит, они служили, да, потом, польское движение сопротивления само по себе очень интересно. Оно состояло из трех, так сказать, частей. Очень небольшая, около 40 тысяч человек, это коммунистические партизаны. Людово. Да, армия Людово. Гвардия, потом армия Людово. А нас, они совершили больше всего нападения на немцев, взрывов железных дорог и так далее. Самая маленькая, повторяю по численности, самая большая, это порядка 380, по-моему, тысяч человек, это армия Краева, лондонская, которая подчинялась лондонскому правительству. Она ждала прихода советской армии. Ну, не с целью, чтобы там, не то, чтобы они там соль запасали и хлеба пекли, чтобы... Нет, они ждали, когда придет советская армия за день-два до этого захватить основные центры. Вильнюс, Варшаву и так далее. Ну, и чтобы объявить там лондонскую власть. В результате жители Варшавы их прокляли. Сейчас об этом все забыли. Но когда их там ввели, сдавшихся немцы, люди, которые по дороге стояли, плевали на них. Плевали и проклинали. Это исторический факт. Никто это не будет в Польше отрицать. Ну, просто об этом сейчас не говорят. Это не по-европейски. Не по-европейски, они толерантны. И была еще третья очень интересная организация. Она частично вошла в состав армии Краева. А частично не вошла. Это так называемые незалежные силы сбройные. Это вообще, честно говоря, откровенно, крайне правые профашистские элементы польской довоенной политической сцены. Фалангисты, там, ящерицы такой, союз был у них и так далее. То есть, вот это профашистская организация. Но она, значит, как бы пошла, ну, так как немцы не дали им никакого выхода, никакой администрации не было созданной и так далее, то они, естественно, оказались вынуждены бороться против немцев. Во время Варшавского восстания загадочным образом главарь этой организации, некий Наконечников Куликовский, был убит в Варшаве. Причем в тот самый момент, когда он решил вступить в переговоры с советским командованием. Но что более интересно, самое крупное соединение, это бригада Святого Креста во главе там с неким полковником Богуцким, настоящая фамилия его Шацким, крупный помещик, кстати говоря, так она перешла на сторону нефцам и вместе с ними сражалась и потом получила статус эсэсовской бригады и ушла в Германию. А этот знаменитый Каминский, бригада-фюрер Каминский, это Локотская республика, он так отличился, что его немцы расстреляли. Да, немцы его расстреляли. Но он, я думаю, что он просто немцев немножко пограбил. Он был сам этнический поляк, но все-таки был советский гражданин, и в основном русские составляли основу его бригады, это жители Брянской, Орловской области. Но, тем не менее, действительно, он сам был поляк. Ну, кстати говоря, тоже, как и вот перечисленные многие мною вожди казаков, был сексотом НКВД до войны. По-моему, кличка у него была Ультрамарина, если я не ошибаюсь. Да, да, да. Я просто еще, вот у нас тут четыре идиота, которые пишут совершенно подразными псевдонимами. Я не против вашего идиотизма. Ну, на фоне некоторых людей надо себя как-то ощущать. Но! Все равно пишется раздельно, без черточки. Дилетант пишется с одним Л. Ну, сделайте одолжение, напишите хотя бы. Казимирович, это неправильно. Казимирович надо писать. И если вы мне скажете, что это опечатка, ни черта подобного. Они очень далеко разнесены на клавиатуре. Саша, ты будешь отвечать на вопросы и ты еще один? Да, 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 буду. Так, значит, сейчас мы включаем наш телефон прямого эфира. Напоминаю о некоторых правилах задавания вопросов. Значит, если вы будете говорить, я бы тут вот хотел, ничего не, я вот этого не хочу. Дозвонились, вопрос готов, задали вопрос. Вопрос имеет отношение к теме, которая сегодня освещалась и которая была заявлена. Никаких там этих, как вам кажется, проникновенных и глубоких вопросов, с вашей точки зрения. Выкину из эфира и все. Итак, по московскому коду 495-7373-948, ваш вопрос Александру Колпакиде. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос. Алло. Ваш вопрос. Леонид и Александр, большое спасибо, Лариса. Я хочу спросить. Вот я читала очень много всяких... Вопрос, вопрос. Вопрос. Там Гудериана, там упоминается такая вещь, что вот они недоценили роль политических комиссаров. И, кстати, политические комиссары, об этом была статья Емельянова в Советской России. Это я просто дополняю. И спасибо. У кого же это было? Вот такое упоминание, Александр. У немцев. Вот читала я. А у кого угодно, у Гудериана, не помню. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вы знаете, как раз они очень даже оценили, потому что, если вы помните, в самом начале войны, уже в июле, по-моему, они издали приказ о том, что комиссаров в плен не брать и расстреливать. То есть это... Они как раз очень хорошо оценили роль политических комиссаров. И во время войны они прекрасно понимали, что именно политические комиссары являются стержнем Красной Армии, что они действительно... Ну, это, скажем так, козырная карта, которая была у нашей страны. То есть это был наш огромный плюс. Немцы это прекрасно понимали. И очень многие об этом писали. И немецкие историки, это только наши историки, делают вид, что никаких комиссаров не существовало, что они там где-то в тылу отсиживались и так далее. Опять же говорю, вот Емельянов, он молодец, да? Но, к сожалению, вот он один такой. И эту статью, наверное, прочитал очень, думаю... Немного людей. Так по телевизору же не было. По телевизору не было, да. Сейчас более 90% информации человек в нашей стране получает из телевизора. Значит, больше, чем от родственников, газеты, книги и так далее. Поэтому, конечно, вот эта тема, и хорошо, что вы спросили, очень важная. Действительно, немцы отлично это понимали. А вот сейчас наши нынешние, значит, Игоря Чубайса, Газманы, Сванидзе и прочие, они напрочь этого не понимают. Вот это удивительно. Так, тебя благодарят за эфир. А вот опять, вот. На каждой чехнина, здравствуйся. Почему не упомянули о депортации немцев по Волжье? Ну, все депортированные народы перечислять, да, не упомянули. Просим прочтения. Но, знаете, роль немцев вообще слабо изучена. Дело в том, что ведь они, очень многие сражались в рядах Красной Армии, и многие из них героические и так далее. Но во время войны все-таки их там изымали, отправляли в тыл куда-то и так далее. Многие меняли фамилии, многие командиры скрывали, что у них есть подчиненные немцы и так далее. Но другой вопрос, сколько немцев, советских немцев, перешли на сторону. Это не изучено, никто не знает. Вот я поэтому не хочу говорить. Да, никто об этом не говорил. Значит, у нас сейчас новости, а после новостей Александр продолжит отвечать на ваши вопросы. Новости. Внимание! Продолжаем нашу беседу с историком-издателем Александром Колпакиди. И ваши вопросы. Саш, ты вроде нашел какой-то вопрос. А вот тут товарищ очень правильно отметил, что были немцы, которые перешли на нашу сторону. Ну, не советские немцы, а граждане Германии. И вспомнил герой Советского Союза Фрица Шмекеля, о котором есть прекрасная книга покойного Тодора Кирилловича Гладкова. Вообще, да, эта тема очень важная, интересная и, к сожалению, не исследованная. Дело в том, что в основном на нашей стране сражались немцы, граждане Германии, не перешедшие. Такие были, но их было относительно немного кто сражался. А немецкие коммунисты, в основном прошедшие интербригады, вот они как раз использовались. Причем, в силу, так сказать, специфики, они использовались в основном в разведке и контрразведке. И, к сожалению, вот нет ни одной статьи, ни одной работы, посвященной им. Я, так сказать, в силу, вот, я еще раз скажу, я не военный историк, я занимаюсь в основном спецслужбами. И вот в силу этого они мне попадаются очень часто. В разных странах, значит, на фронте, в тылу, вот во время операции, например, Березина, там использовалась большая группа немцев, бывших интербригадовцев. Их было много. Много из них погибли, будучи заброшены парашютистами на территорию Третьего Рейха, ну, в основном вот в Польшу. И многие из них, и те, кто выжили из них, они в основном составили костяк немецкой народной армии, ГДРовской, и костяк знаменитой Штази. Поэтому о них писали очень мало. Это были такие засекреченные люди. Сколько их было, еще раз скажу, никто не знает. Я думаю, порядка все-таки нескольких сот человек минимум, может быть, несколько тысяч. Они действительно герои натуральные. То есть они диверсанты, разведчики. И среди них я не знаю ни одного случая предательства, кстати говоря. То есть это действительно железные люди, прошедшие школу Коминтерна, Испании. Кстати, вот в этом году юбилей, начало, годовщина, начало гражданской... Давай передачи сделаем. Давай сделаем. О войне в испании. Тема очень важная. И я думаю, сейчас у нас опять же будут замалчивать эту тему, поскольку именно Советский Союз сыграл там главную позитивную роль, в отличие от Англии и Франции, которые сыграли... Не говоря об итальянском. Не говоря, да. 7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос, Александр Калпагиди. Здрасте. Меня интересуют коллаборационисты из Средней Азии. Нет ли у вас данных по национальному составу в абсолютных и относительных цифрах? А вы сами постарайтесь найти. Это очень... Дело в том, что я вот сказал. У нас эта тема хорошо изучена. Возьмите, значит, книжку вот этого Романько и Дробязко есть. Есть вот два больших специалиста. Это Дробязко, Москвич и Романько, по-моему, крымский, если я не ошибаюсь. Вот у них вышло несколько книг. Точно. Он сейчас, они вместе с Исаевым работают на доставительской книгой. Вот у них вышло несколько книг. И там расписаны все эти легионы, в которых участвовали. И, кстати говоря, вот НКВД вело среди них большую работу. И даже в советское время писали про одного нашего чекиста, который внедрился там как раз вот в этот туркестанский легион. И перевел большую часть. Но, опять же, их было очень много. Их реально было много. Причем цифры разнятся. Например, Дробязко, если я не ошибаюсь, дает цифру 70 тысяч, а Романько 180. Согласитесь, разница колоссальная. Но еще расскажу. Вот из них как раз очень мало было таких активных нацистов. Были. Например, я сейчас не помню его фамилию. Один узбекский учитель, офицер Красной Армии, он стал активным немецким пособником. По-моему, Назирова фамилия была. А после войны, как интересно, он стал крупным американским разведчиком. И во время дела Ак-Джи он был заместителем резидента ЦРУ в Стамбуле. И, скорее всего, наряду с таким Полом Хенци является одним из организаторов и пропагандистов этой всей истории с Ак-Джой и покушением на Папу Римского. И, что интересно, вот недавно совсем в Турции вышел огромный том, значит, где этого человека всячески прославляют. Там, значит, огромный томин, а биография такая, ЖЗЛ такой турецкий. Вот герои турецкого народа. И чему теперь удивляться? Удивляться следует тому, что до этого несчастного самолета их считали нашими друзьями. Большими. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос, Александр Калпакиди. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот вопрос такой, вот почему замалчивается история вот с концлагерем Славута, которая вот в Украине находилась во время войны. Вот у меня дядя умер в этом концлагере. Это как раз было вот после Сталинградской битвы. Вот у меня такие сведения в 42-м году, в 43-м. Вот об этом что-то можете сказать? Знаете, я еще расскажу, что нельзя знать всего. Я лагерями не занимался. Есть огромный том очень хорошего украинского историка, который сейчас в тяжелой ситуации находится, киевского, Чайковского. Он выходил на Украине, в целом ряде Европы, называется Плен. Там порядка более тысячи страниц. У нас есть такой историк Полян, который тоже много об этом писал. Значит, вообще эта тема, конечно, в советское время тенденциозно извращалась. Почему? Боялись обидеть украинцев. Дело в том, что на территории той же Галичины было уничтожено несколько сот советских военнопленных. Несколько сот или несколько сот тысяч? Несколько сот тысяч. Конечно, несколько сот тысяч. Даже называлась там цифра до 600, до 700. А вот эти темы старались, чтобы не... Вот вообще вот, я еще раз говорю, беда советской историографии была в том, что боялись кого-то обидеть. Обидеть, да. Не обидеть поляков. И Балтов. Венгров, которые бились до 8 мая 1945 года, даже венгров боялись. Ничего не писали. Ну, в Кишиневе, правда, выходили какие-то книжечки по поводу зверской роли румынских оккупантов на территории Одессины. И там вообще даже не писали не то, что о роли вот этих наших братьев, значит, оказавшимися не такими уж близкими родственниками, а даже, например, о роли болгар в оккупации Югославии и Греции, где они там проявили себя хуже немцев. Это может любой человек нам сказать. Не хотели никого обидеть. И вот не обидеть, не обидеть, и в результате вся история оказалась извращена. Это вот неизбывное желание, чтобы все любили, чтобы братья были. Да, 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 понравится, да. Ты заплати, иди вон. А братья эти укусили руку, которая им подарила. Естественно. Естественно. Я могу себе представить, что они между собой говорили. И теперь радостно ее пережевывают уже 30 лет на. 7373948. Ваш вопрос, Александр Калпакиди. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей беспокоит. А скажите, правда ли, что когда немец подошел к Москве, то открыли слюзы Московского канала и смыли их передовые части. И наши деревни были слухающие. Нет, я такого не слышал. Нет, мы говорили с очень... с разными историками. Мы говорили про оборону Москвы и вот про первую крупную победу Красной Армии. И никто, ни Алексей Исаев, ни Артем Драпкин, ни Юрий Емельянов, никто этот факт не упомянул. Вообще, конечно, вот это к вопросу о поражении. Слово поражение, вообще, я считаю, это только может идиот и предатель употреблять в отношении первого периода войны. Потому что уже битва под Москвой, да, это конец 41-го, начало 42-го, она была победой. Чего не произошло во Франции ни разу. Чего не произошло. Чем поляки хвастаются? Тем, что у них эскадрон с шашками напал на танки. Ну, красиво, фильм летный есть прекрасный, посмотрите. Но это же все-таки не битва под Москвой. Поэтому, действительно, вот уже битва под Москвой, это самое начало войны, это уже не поражение. Поэтому говорить о поражении... Да, один парад, с которого уходили на фронт под Москвой. И вот говорят, что, вот знаете, вот у нас вот эти монархистнутые товарищи, и тут тоже кто-то написал, что вот при Сталине до Москвы дошли. А при Николаевске, да, да, да. Только Ригу сдали. Значит, ну, извините, а при Александре Первом, значит... Да, чуть-чуть до Москвы. Да, Москву вообще сдали, да, и что? Тут же не важно, докуда дошли. Важно, что Николай Второй провалил все, да, и армия его предала, и страна рухнула, и... Вот сейчас говорят, предатели, предатели, предатели. Вот это огромная ложь. Не предательство всему виной, а то, что неэффективная администрация, которая не могла ни в ручном, ни безручного режима решить ни один вопрос. А главные вопросы были вопрос о земле, 85% населения. Вопрос о всеобщем, тотальном, безкультуре, неграмотности. Начало 20 века, сословия в стране еще. Да, сословия, привилегии, значит, недовольство всех классов. Дворяне недовольны огромными долгами, все поместья заложены. Буржуази недовольны тем, что к власти не пускают. Крестьяне недовольны безземельем и нерешенностью вопросов. Рабочие недовольны бесправием, значит, низким... Все недовольны. Вот причина. Да, конечно, там были проблемы с тяжелыми орудиями, снарядами, там, и третьей винтовками. Да, масса проблем была военных. Но главное, что не решались социальные вопросы. Не один. Да, и народ не понимал, почему они должны погибать на какие-то дарданилы. Вообще никто не знал, что это за дарданилы и зачем они нам нужны. Вот о чем вопрос. И, конечно, вот тут и как раз мы видим, полная противоположность тому произошло, значит, во время Великой Отечественной войны, почему мы выиграли, собственно, войну. 7373-948, ваш вопрос, Александр Колпакиди, здравствуйте. Олег. Здравствуйте. Добрый день. Так, все, техника подвела. 7373-948, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день. У меня простой вопрос. А изучается ли экономика сталинская перед войной? Ведь она шла темпами 14-16% годовых. Спасибо, спасибо за вопрос. Вы знаете, да, интересный очень вопрос. Я так скажу, сказать, что совсем сейчас не изучается, я не могу. Но изучается крайне слабо, тенденциозно. Знаете, вот сейчас такая интересная манера у наших историков, так называемых грантососов. Значит, потому что для них главное это... Нет, я не к тому, а так называемых. Вот такие грантососы. Да, у них такая манера, нельзя вот очевидно отрицать, но они пытаются как-то это препарировать в таком, как бы, что называется, через губу, да. То есть, и есть, и какая-то информация есть в интернете, вы можете даже найти какие-то статьи, но очень слабо. А это, между прочим, один, если не самый важный вопрос, вы правильно сказали, действительно огромные темпы роста, огромные темпы роста экономики в целом. Значит, науки, образование, все это... Ведь не бывает, что армия великолепная, а вся страна там сидит по уши в грязи и в навозе. Нет, все это связанные между собой вещи. Вот сейчас можно говорить о системе анализе, там системщики, там у нас Фурсова все слушают, значит, в ютубе. Вот Сталин был от природы систематик, он понимал, что ни один вопрос, вот, что нельзя, как Мюнхгаузен, взять себя за волосы и вытащить из блота, что все должно решаться в комплексе. Поэтому экономика, это был фундамент, стержень нашей победы. К сожалению, практически не изучается, потому что именно здесь очевидны преимущества советского строя, здесь очевидны элементы того социализма, который был в нашей стране, поэтому, конечно, и не изучается. Очень мало информации, вы можете найти об этом. 7373948, ваш вопрос, Александр Кулпакиди. Здравствуйте. Алло, добрый день. Добрый день. Александр. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот, какова была роль НКГБ, НКВД с 38-го года по 45-й год, скажем, по Японской конференции? Это вдруг сразу, в трех, как это? И каково количество дел, значит, преданных в суды, в суды, расстрелянных, там, осужденных, вот, среди крымских чекотов? Спасибо. Я, честно говоря, не знаю, сколько. Вообще, я одно время интересовался вот этим вопросом о наказании коллаборационистов. Оказалось, что у нас нету такой статистики. И вообще, вот как ни странно, все-таки, несмотря на то, что там все-таки мифы о жестокости крайней, на самом деле, вот тут один из слушателей тоже написал, например, масса главарей, не просто там каких-то вот функционеров среднего звена, а главарей бандеровцев, ну, главарей УПА, они оказались живы к моменту перестройки. Я думаю, что, учитывая гениальность... Их очень ненамножко посадили. Гениальность Хрущева заключалась, плюс ко всему остальному еще в том, они же сели по 58-й. А как реабилитация всех чехом? Нет, они под эту реабилитацию не попали. Кто-то попал, да. Кто-то попал, да. Кто-то попал, да. Вот их, как интересно, не расстреливали. Вот, например, для казаков, например, под Кемерово был создан специальный федерационный лагерь. Подавляющее большинство офицеров казаков были расстреляны военными трибуналами Восточно-Сибирского округа. А остальные пошли на кузбасские рудники там уголь добывать. В основном они получали двадцатку. Вообще, вот я еще раз хочу сказать, это вопрос очень интересный, который вы задали. После 53-го года резко был ослаблен поиск вот этих предателей. Вот у нас в советское время, помните, были такие фильмы, очень популярные сериалы. «Кезарные преступники». Да, 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 как искали. На самом деле в КГБ к этому относились как к второстепенному, очень второстепенному. То есть, вот был там такой отдел специальный, туда направляли, ну, как сказать, злоупотребляющих спиртными напитками. Ну, хороших ребят, но которые ветеранов и так далее. То есть, это вот такой вот мести не было, вот такой жесткой мести. То есть, по военным преступникам работали вот прострачившиеся? Ну, не прострачившиеся, ну, как вот в архив посылают, так сказать, людей не самых лучших, так и вот этим занимались. То есть, это, ну, я не могу сказать, что это был отстойник, но это не было вот каким-то приоритетом в поисках. Проходили поначалу, в самом начале, после окончания этой, публичные процессы. Они проходили и в 60-е, и в 70-е годы, и в 80-е ловили. Но это было все уже штучно. Там, по-моему, уже в 70-е годы чуть ли не всего лишь 60 человек поймали. И вот это не было вот каким-то таким основным отомстить, достать и так далее. Да, повесили там вот Власова его окружение, атамана Краснова, Семенова и, так сказать, их окружение. Это были публичные, ну, это были не публичные казни, но вообще публичные казни практиковались. Особенно в тех городах, где особенно много пострадало население. В Киеве, там, в Харькове, в других городах были публичные казни, и они собирали огромное количество людей. И, кстати говоря, в ходе самых боевых действий порядка 200 тысяч предателей было уничтожено без суда и следствия в ходе пленных уже, да, вот, командирами частей, самими солдатами. Это, конечно, говорит о том, насколько ожесточенно ненавидели их, вот, то есть это никак не инспирировалось, не было никаких приказов на этот счет. Но вот это факт, который действительно имел место. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос, Александр Калпакиде. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Леонид и Александр, большое спасибо за ваши книги. У меня такой вопрос. В Крыму существует какая-то такая легенда о том, что Севастополь бы не сдали ни в коем случае, если бы там какие-то снаряды не приедли, о том, что существовал какой-то высокопоставленный разведчик немецкий именно из наших командиров. Был ли наверху у немцев агент в Красной Армии? Да, 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 который, потому что действительно Манштейн, как бы, я читал, что он уже думал, что он не возьмет Севастополь. И вдруг там взрыв на батарее и вот накинешь. Вы знаете, это очевидно... И, пожалуйста, еще, Александр, если у меня есть все ваши книги и в электронном виде, и стоят на полке. Спасибо, спасибо. В электронном виде в планшете перечитываю. Если что-то новое выходит, сообщайте, пожалуйста, библиографию. Хорошо, спасибо. Значит, я думаю, что... Не было такого человека. Я думаю, что это история одного предателя, заместителя начальника разведотдела, разведотдела Черноморского флота. Забыл его фамилия, как-то простая такая, на ее оканчивается. Вот, кстати, интересный человек. Он не был предателем, он... Там, значит, так получилось, что он не смог эвакуироваться. Остался, оказался в плену. Зам начальника разведотдела? Да, да, там, ну, там так получилось, что при эвакуации неожиданно подъехала машина с ранеными и раненых, и эти офицеры разведотдела остались, а раненые улетели. И вот этот человек, он не сразу стал, он, кстати, из рабочих, комсомолец, сделал прекрасную карьеру, то есть, ну, то есть анкета шикарная у человека. То есть, вот, ничто, что он прекрасный семьянин, там, все такое, ничто не предвещало, вот, что он станет таким предателем. И вот, там, на его глазах убивали его подчиненных, и он, вот, не выдержал. И, то есть, немцы, они, конечно, это все ужасно себя вели, то есть, это, то, что в кино у нас показывали, это очень слабо. Вот вариант Омега, например, это вообще, да, да. И вот он стал предателем и оказался, ну, такой гнидой, что это просто уму непосредственно. Он, значит, выдал начальника криптографической службы, который тоже оказался... Шифровальной службы. Да, шифровальной службы. Немцы, значит, сумели... Тот, кстати, не выдал, тот того расстреляли. Значит, и, значит, немцы узнали, что, оказывается, мы читаем румынскую шифропереписку, сообщили об этом румынам. Это, это просто, только вот это одно. Потом он, значит, ездил по лагерям, он придумал систему поиска тех, кто может дать ценную информацию среди военнопленных, да, то есть, сначала, это он именно все придумал, то есть, развил бешеную активность. После войны он, значит, смылся, и его долго довольно искали, он несколько раз, ну, такой был опытный, конечно, человек, матерый зверь. Вот был такой фильм, вот «Противостояние», по-моему, назывался. Да, 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 да. Вот этот, конечно, 100... Болтнев, Болтнев играет. Да, 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 мой земляк, кстати, ту апсинец. И вот этот гнид, значит, в конце концов, он везде женился, у него весь куча детей нарожалось, там, в разных годах, он быстренько менял города. Да, и, значит, в конце концов, он не выдержал, и вышел на связь, он, видно, любил жену и детей, и вышел на связь с сестрой, и сестра его тут же сдала в КГБ, его расстреляли. То есть, вот... Жалко не раньше. Да, жалко не раньше. Вот это был очень крупный предатель из числа, из числа разведчиков, конечно, предатели были, но очень мало, очень мало. Я просто хотел, вот у нас есть слушатель, тот сумасшедший идиот, Полска, вот, и он пишет про Евро-2018, слушайте, надо матчасть учить, Евро-2016, а 2018 это мировой чемпионат по футболу, ну вы разберитесь, ну хотя бы, ну жалко вас, из больницы выпускают, но вы продуктивно должны время проводить. 723-9-4-8, пожалуйста, ваш вопрос Александру Колпакиде. Алло, здравствуйте, это Славис Калагриев, вопрос к Александру, а как вот его отношение к тому, что день победы в фашистской Германии сейчас превращают в день памяти, скорби, траура, по сути дела, ведь даже не упоминается, кто победил, кого победил, и кто воевал, и кто был верховным главнокомандующим. Спасибо, ведь это же... Спасибо, спасибо. То, что не упоминается, кто был верховным главнокомандующим, я уже говорил, это понятно. Значит, у нас сейчас другой социальный строй, олигархический, да, то есть, конечно, поэтому и не говорится о преимуществах советской экономики, которая совершила чудо, и которая забила германскую экономику, самую сильную экономику в то время. Забила не только германскую, но всю Европу. Еще раз говорю, главное, против нас воевала вся Европа, реально, даже нейтральные страны помогали. Посмотрите, в Первую мировую войну Австро-Венгрия была отдельной страной, слабой, да, слабее даже, наверное, чем Россия. А во Вторую мировую войну большинство территорий Австро-Венгрии уже входило в состав Германии, и те, кто не входили, союзники, воевали, вот, допустим, та же Венгрия, гораздо эффективнее, чем воевали австрийцы в Первую мировую. Поэтому, действительно, это все понятно, и роль Сталина будут замалчивать и дальше, и роль, значит, социалистической экономики, и роль ВКПБ. Нет, самое главное, это действительно заход новый. Скорбеть надо. И кается. За что кается? Мы скорбим 22 июня, действительно, день скорби. А 9 мая, за что люди воевали? За что победа? Просто об этом стыдливо. Да, да, да. Программа ТД с коммунизацией, или как-то она подписана нашим премьер-министром Медведевым, она продолжает действовать, и как бы никто ее не отменял, просто не хотят народ расстраивать лишний раз. А декоммунизация, это автоматически дерутся. Да, и поэтому не случайно, например, на Украине 6 улиц Войкова сейчас переименовали, а у нас пытались метро Войковская. Единственное, это вы, вот народ, вы должны. Вот проголосовали тогда по поводу Войковской, и те, кто этим занимаются, получили хорошую оплеуху. Вышла эта девочка, няша, значит, Свекона Николая II, весь интернет баламутили, значит, шум, гай, крики, и получили хорошую оплеуху. Вот все зависит от вас. Вы должны не давать себя дурачить, вы должны реагировать и требовать, чтобы история оставалась историей, а не дешевой пропагандой. Это то же самое, как люди пишут, что вы почитаете историю сталинизма, у тебя от этого мозг размягчился, от вот этих вот чтений. Ты еще посоветуй этого, как его, архипелаг почитать. Это вообще светоча исторической правды. Саш, у нас осталось всего 30 секунд до новостей. Огромное тебе спасибо, что ты пришел. Я считаю, что сегодняшняя тема была очень важной. Очень важной. Потому что, как мне кажется, победа это единственное, что всех нас объединяет. У нас еще гражданская война в голове у многих не закончилась. На очереди у нас война в Испании. Совсем непростая и очень интересная тема. Я прощаюсь с вами, все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье.